Добрейшего времени суток! По-прежнему разбирать матчи и комментировать их будет для вас Марокко. В этом нестандартном разборе я разберу целых два своих ранговых матча, сыгранных на моем любимом охотнике вот уже третий сезон подряд. Называется он Хермит, либо по имени Альва. Именно этот охотник двумя сезонами ранее и давал возможность мне отойти до предпоследнего ранга за охотников Дракона. Начнем мы с матча, сыгранного на Леву Мэмори, в котором у Ноя была применена нестандартная тактика игры за Хермита, что и стало неожиданностью для выживших. Задумка заключалась в том, что я буду постепенно переключаться между выжившими, чтобы по итогу словить одного из них мое более выгодным и быстрым для меня способом. Соответственно по пути к конечному итогу я буду остальным мешать декодировать их машинки и проводить полезную для меня так называемую расхитовку, когда я буду минусовать здоровье не только одному выжившему, но и остальным заодно. Для этого мне необходим телепорт и четкое понимание, где кто и когда будет декодировать свою машинку. Ну и при выборе этой тактики тот самый злополучный Arena Selection Mod становится моим другом, поскольку при помощи него я прекрасно понимаю, где ориентировочно будут декодироваться машинки. Появляясь я напротив механика, который само собой выбрал основное здание и понимая то, что здесь по большей части бессмысленно за механиком гнаться, я сразу же иду к следующей цели, которая является Magician. Пока я иду к Magician, давайте озвучу основные две причины, почему я не захотел идти за механиком. Да во-первых, потому что механик против альвов мало что может сделать, тем более когда потеряет одну хотя бы свою куклу наполовину. В заболок следующая причина, механик скорее всего здесь будет прятаться, а тратить время на выискивание кого-либо в нашей игре губительно в плане время затратности. Поэтому переключаемся на того, кто скорее всего прятаться не будет, поскольку даже не догадывается, что за ним охотник может пойти. Здесь начинается банальная поимка, целью которой является нанесение одного удара, чтобы далее переключиться на неожидающего этого механика. А вот с механиком складывается ситуация наиболее благоприятным образом для меня. Механик мало того, что предполагаемо мною начал совершать ротацию на другую машинку, так она еще оставила своего робота и при этом не захотела его отдернуть тогда, когда я подошел к нему вплотную, при том, что у нее уведомление тогда выскочило. То есть благодаря этому я получаю свой максимум, а именно трешок от робота. Но при этом я понимаю, что преследовать механика нет никакой нужды. Да потому что последующая кукла механика быстро закончится и она станет бесполезной для команды. Поэтому я решаю прожать телепорт на машинку барменша. Понимая, что она и так и так успевает сбросить палету, я бросаю все равно в нее заряд, тем самым вынуждая ее использовать в последующем ускорении, которое далее я просто-напросто через хачок беру на контрю. Но нанося первый удар по ней, я прекрасно понимаю, что за ней идти бессмысленно, поскольку даже если, предположим, я прямо сейчас нанесу по ней один обычный удар, это никак не прекратит ее извлечение. Да, вы все правильно поняли, она получается одной из самых сильных для игры против Альвы. Поэтому бросаю на нее синий заряд, делая вид, что я гонюсь за ней, а на самом деле под шумок обратно переключаюсь на Маджишина. Срабатывает подсветка, то есть Маджишин заранее понимает прекрасно, что я начал за ним снова гнаться. После перелезания через окно немного ошибаюсь с зарядом, забывая о прекрасных бочках, которые там расположены, но не забывая о том, что я уже могу совершать следующий свой скачок. Делая скачок, избивая с ног Маджишина, который просил Барманджу об разделении с ним удара, но Тадыки не догадалась это сделать. За что и поплатилась вся команда быстрой посадкой выжившего на кресло. После посадки Юту ломает целополучные доски, которые могут пригодиться выжившим в будущем. И как раз к тому времени прибегает ковбой, чтобы попытаться спасти Маджишина до фазы. Вот только лосо никак не выручит ковбоя в данной ситуации, когда у Маджишина нету долгого сидения на кресле, что называется смузи. А у меня в свою очередь наоборот есть быстрый отрезок выживших на кресле. Совершая в его сторону скачок и дополнительно бросая в его сторону еще один заряд, чтобы он спас после фазы. По итогу ковбой спасает после фазы, тем самым сделая фатальным следующее кресло для Маджишина. Продолжая идти за ним, не давая возможности сокомандникам помочь ему с разделением урона, не бросая в него попросту заряды. К сожалению, ведусь на его предсказуемую уловку, которая дала возможность ему кайтить далее. Перебегает он в довольно-таки противное место, где ему начинает помогать ковбой, помощь которого я быстро пересекаю тем, что попросту его нокаю и сажаю на кресло, практически ничего не теряя с этим решением. Потому что во время удара, переноса и посадки все так же Маджишин у меня был на виду, и я прекрасно понимал, куда мне следует далее идти, чтобы его быстро найти. Следуя за ним, я специально проигнорировал идущего на спасение механикам, чтобы не дать никакого шанса Маджишину спрятаться. Как только началась погоня, заводят машинку Барм Мейнша, тем самым давая мне понять, что никто сейчас переключиться на его заряд не сможет. Поэтому я бросаю на него синий заряд, и как обычно добиваю его скачком с красным зарядом. Просматриваю цепочку подключенных машинок, дабы понять, где они продолжили заводить. Довольно-таки незаметно подкрался ко мне ковбой, вот только ковбой, в отличие от других спасателей, очень легко контрится, а именно сбросом выжившего в нужный момент. Ковбой промахивается, и после этого ты запросто переносишь выжившего туда, куда тебе нужно. Не захотел я тогда переключаться на ковбоя, чтобы не давать Маджишину встать, да и ковбою, чтобы не дать времени потянуть, ведь тогда процедуру обмана его лосо пришлось бы повторять заново. И здесь мне повезло с ковбоем, ведь он продолжает наглеть, вот только в этот раз рассчитываться за него победой будет целая команда. Пытаясь на ход ноги накинуть на него хоть какой-либо заряд, натыкаюсь я на великолепные текстурки, которые кажутся далека средними по высоте, но на самом деле являются высокими, и поэтому якобы заряды не пролетают через них. Но это еще нормальное явление. Вот во втором матче будут уже поинтереснее текстурки. Пытаясь его ударить, не получается, не расстраиваясь, накидываю на него заряд, а потом делаю на него скачок. Барменша по-правильному разделяет хотя бы в этот раз заряд со своим тиммейтом, и не дает тем самым ему быстро упасть. Тут я не вовремя сообразил то, что он лосом использовался, поскольку лосо, когда используется, у ковбоя пропадает почему-то следы. Вот такая у него классная фишка имеется. Пытаясь на него накинуть красный заряд, прекрасно понимаю, что после красного заряда он все так же упадет. Кстати, а вы обратили внимание, как медленно заводит свою машинку механик без куклы и с подключенными машинками от Альва? Это к слову о том, что за механиком не нужно бегать, когда вы играете за Альву. Механик и так будет страдать. Добиваю ковбоя, специально сажая его на край карты в самое неудобное место для спасения. Далее на перекос иду прямо на спасателя. Тогда мне казалось, что по здравой логике пойдет механик, вот только почему-то захотела пойти барменша, что и стало для них одной из фатальных ошибок в конце игры. Мало того, что механик не может заводить, так еще и та, которая захотела пойти вместо механика, вышла на спасение очень поздно. Ей следовало бы идти тогда, когда я только начинал на шарах поднимать ковбоя, но тот момент она профтыкала. Встречаем гостью, ударяем и провожаем. Ну а дальше у нас начинается банальщина, которая не имеет смысла комментировать. Поэтому включаем быструю перемотку и переходим к следующему матчу. Продолжение следует... Боролся я тогда против достойных соперников на средне-высоком ранге. Выполнен тогда одна из самых душных карт для охотников. Sacred Heart. На нем, мягко сказать, я недолюбливаю играть, но приходится, как назло, довольно-таки часто. Так вот, появились выжившие вот как. Форвард в лачуге, механик в центре, он же основное здание, источник всех проблем с картой. Сир выбрал мной называемый лабиринт, а психологиня выбрала место появления около статуи. Самому мне пришлось появиться напротив лачуги. Соответственно, я выбрал относительно простую мишень, и я через парадный вход за механиком. Там механик решил скинуть палету, ожидая меня почему-то с другой стороны стены. Но вот с этим она не угадала, за что и поплатилась с первым хитом. А далее механик, понимая, что эту палету не сломал, выкарабкивается наверх, спрыгивает и обратно на палеточку. В моей ветке таланта у тогда быстрой ломания не было, поэтому любое ломание палеты, особенно этой, у срыва появляется самая лучшая фора, которую он вдруг может получить от этой палеты в основном здании. Далее я понимаю то, что я никак не успеваю ударить механика перед тем, как они уже смогут переключаться между зарядами, а время уже на исходе к тому времени. Я беру-то, отключаю всю цепочку связанных машинок, чтобы остальные никак не смогли разделить своё здоровье с механиком. В ответ на это механик продолжает жестоко обюзить здание. И наконец-то я могу нанести первый удар механику, и то при помощи блинка. Какой замечательный мейн. И на этом моменте можно сказать, что удача на стороне механика и его команды, поскольку Альва не захотел падать вниз, совершая безанимационный удар по механику. Далее я благодарю способности телепортирования Альвы я телепортируюсь в это любое место стандартного сурлика после окна на эту вот палету. Ну вот, не задалось, потому что механик решил напрямую побежать в так называемый мною лабиринт. Одна из самых сильных конструкций, которые есть на этой карте. Механик решил заподиблокать проход куклой. Опытный охотник может возразить, но ты же тогда мог кинуть заряд и расхитовать её при помощи куклы, либо кого-нибудь другого. Ну, во-первых, нет, поскольку у меня тогда был откат этих всех прибамбасов у Альвы. А во-вторых, это попросту трата времени, потому что у механика нету заряда, а у тех, у кого он есть, отнимется хп несущественно. Поэтому просто жрахаем эту куклу на пол. Послушав очень заманчивые звуки докодирования машинки, я тогда подумал о том, что стоило бы мне переключиться на психологиню, которая, скорее всего, там заводила как раз-таки машинку, но тогда её следов я не увидел. Этон почему-то на реплее отобразились её следы, а в реальности их попросту там не было. А искать выжившего, который решил запрятаться, зачастую оборачивается большой тратой по времени, поэтому я продолжаю идти за механиком. Бросаю на неё красный заряд, поскольку понимаю, что только три тиммейта может разделить с ней хп, и тогда она только тогда не упадёт, а вот два не помогут. Потом механик решается потратить в очередной раз свою куколку, сделавшую из себя бесполезного выжившего в команде. Наконец-то эту гадину я догнал, и решил сделать мудрое решение, а именно переключиться на психологиню, поскольку она, в отличие от механика, может заводить, а сам механик уже толком ничего и не заведёт. Ну и вдобавок я понимаю, что если бы я продолжил идти за механиком, то форвард бы превратился в самого настоящего факварда, причём это, кстати говоря, отнюдь не какой-то там простой форвард, это зелёно-пинговый и ранее высокоранговый какой-то задрёт. Поэтому ну его чёрт этого механика и самого этого её факварда. Но делаем это после крайне полезной раскитовки. Один раз ударяем, а потом уже переключаемся. Подлавливаем наглую психологиню на первом своём ударе, следом бросая на неё телепорт с сильным зарядом, дабы отнять у неё как можно больше здоровья. Сир постоянно всё это время спамил о том, что у него есть сова, но с собой она бы захотела воспользоваться, написавшую команду «Help me», что сыграло мне на руку. Пользуемся одним из основных негласным правилом охотника, которое гласит, если хочешь замедлить игру максимально сильно, при этом не переключаясь на abnormal, сади там, где проймовая машинка, то бишь уже заведённая наполовину и более машинка. Таким образом, своим появлением и нахождением там, ты не сможешь дать остальным дозавести ту машинку. Сажаем, обязательно ломаем противную палеточку, видим то, что Факвард уже подоспел на спасение следующими, по следам определяю, где он находится, бросаю заряд, и тут он делает правильное решение, а именно использует мячик, дабы гарантированно спасти психологиню, поскольку я мог ударить, а потом телепортнуться, и возможно не дать ему спасти, он это прекрасно понимал, поэтому поступил именно так. Вот только кто тебе сказал, Факвард, что я дам её спасти за фазы? Естественно, не дам! Гад ты такой паршой вы. Этот самый говнюк понимает, что я быстро отойду от удара и, скорее всего, нанесу его повторно по кому-нибудь из них, берёт, да использует второй раз мяч, дабы остановить меня ненадолго. Здесь я, совершая ошибку, делаю очевидный блинк для Сира, который, разумеется, в тот момент даст сову на психологиню, которая почему-то этот очевидный блинк не просчитала. Весьма полезная сова, которая отняла у меня приблизительно лишних 15 секунд. Однако она могла бы ещё больше выиграть времени для команды, если бы механик не зевал, а переключился вовремя на заряд психологини, и тем самым разделил с ней здоровье. Этого не происходит, поэтому я убиваю психологиню довольно-таки быстро. И даже зелёно-пинговый факворк не успевает вовремя среагировать на это. В том времени у него как раз закончился полностью мяч, он начинает наглый открывать сундучок, так же, как и Сира, наглый начинает пытаться накопить следующую сову. Сажаю психологиню, которая полностью сдалась, поскольку рассчитывала на разделение урона с механиком, которого не произошло. После отправки её на улетучивание, делаю скачок на того самого противного говнюка, который уж совсем сильно обнагрел, за что пострадал его сокомандник Сир. Здесь я тоже ошибаюсь, поскольку я мог кинуть на него красный заряд, но кинул Сир, забывая об их прекрасном механике, которого можно было заставить переключиться на другой заряд, либо раскидовать так же, как и факворда. Ну а дальше у нас начинается взаимная любовь, которая проявляется в клеенем крафте на всё подряд. Святана она с началом влюблённости ещё с предыдущего матча, где он и начал проявлять первые признаки симпатии ко мне. Понимаю то, что ситуация у них весьма плачевная, однако замедлять закодирование как-нибудь-то стоит. Решаюсь я на проверочный заряд на самую дальнюю машинку от меня. Бросаю заряд и ориентировочно в то время как раз тот заряд попадается механик, понимая то, что тот заряд будет наверняка находиться там долго, а застанется гораздо выгоднее, чем ждать, когда он полностью пропадёт. Спасение без полноценного здоровья Итайда оборачивается само собой крахом, но на этот раз я решаюсь посадить его, не переключаясь на Факварда и также не трогая механика. Понимая, что и так, и так, спасать никто нормально из них не сможет, потому что у механика и у Факварда нету полноценных ячейк здоровья. Посадив шефсира на место, продолжаю замедлять декодирование, чтобы максимально сильно замедлить и так страдающую от дебафов сейчас механика. Интересный здесь геймплей, конечно. Встаю, отдыхаю, изрезка подбрасывая дрова в огонёк, который превратится потом в огнище самое настоящее, которое и выкует мне победу. И единственное, что мешает мне это делать, так это кривые текстурки, которые не пропускают мои дровишки прям в огонёк. Далее механик уже начинает писать о том, что вот-вот, Факвард, смотри, я скоро заведу. А Факвард в это время переоценивает свои силы и начинает идти задолго до адреналина. Успеваю нормально зелёным пингом своим долбаным спасти. Правильно он решается на отхил своего тиммейта, но вот у механика всего-то 97%. Настолько она сильно тогда погрузила в дебафах. Ударяю Факварда, поднимая его и сажая на кресло. Механик изо всех сил даёт хоть какой-нибудь нормальный адреналин в такой ситуации. Трахошохаем его через посох, поднимая и пойдя тем самым механика на спасение, то бишь пытаемся обмануть механика. Отчасти у меня выходит это сделать, только вот со скачком я немного ошибся, не видя тогда во время скачка, куда механик сворачивает, а механик тогда свернул на лестницу, только потом я это понял. Делаю я своеобразную ловушку, бросая синий заряд под ноги Факварду, чтобы в случае спасения механик гарантированно застанялся в нём. Механик видя со второго этажа тот заряд передумывать и спасать, немного занервничал, растерялся и не понял команды Факварда о том, что танжен находится именно напротив него. И только потом она поняла, какую возможность она потеряла и решила нажать Сурендер, поскольку поняла же тогда же, что не успеет в этот временной промежуток пройти к нему. Понравилось видео? Тогда поставь свою нравку в виде большого пальца вверх, а также не забудь оставить душераздирающие комментарии внизу к видеоролику. Хороших вам ранговых матчей и до скорого! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok